Здравствуйте! Какие опасности подстерегают нас весной? Чем страшен лед и как действовать в чрезвычайной ситуации? Об этом говорим и в нашей студии. Руководитель Самарского инспекторского отделения Главного управления МЧС России по Самарской области Денис Фарад. Денис, здравствуйте! Здравствуйте! Наступила весна и кроме всех приятных моментов, которые она приносит, существуют и опасности, которые традиционно в этот сезон возникают. Обозначьте, пожалуйста, некоторые из них, самые, наверное, такие главные, которым мы подвержены. Ну, подводить итоги весеннего периода еще рано, так как первый месяц весенней декаты только начался, несмотря на то, что зимний период у нас сложился довольно теплый, тем не менее, в этот короткий срок было зафиксировано одно происшествие, в результате которого, к сожалению, погиб один человек. Как ни парадоксально, несмотря на то, что... Скажите, пожалуйста, что за происшествие, что произошло? В городском округе Тольятти гражданин, любитель заниматься подлёдным ловом рыбы, вышел на водный объект, к сожалению, не оценил ледовую обстановку должным образом, провалился и, к сожалению, замерз. А случаи, когда спасали людей, которые рыбачили или просто проваливались подлёд, уже были вот этой весной или нет? Да, были случаи за 2020 год. Статистика такова, что сотрудниками поисково-оспасательной службы совместно, сотрудниками ГИМС было спасено порядка 60 человек. Уже, вот даже за этот короткий период, 60 человек. Самая главная опасность, где они были, эти люди, которых вы спасали? Это рыбаки в основном или дети, или кто, если так расписать по категории? Как правило, жертвами неосторожного выхода на лёд становятся любители подводного лова, к сожалению, так как азарт добыча трофея преобладает над здравым смыслом. И рыбаки, многие, так скажем, должным образом не оценивают ледовый покров в период оттепели и тем самым подвергают свою жизнь опасности. Да, и свою, и жизнь других, кто, если вот начнёт, не дай бог, там как-то участвует в спасении и тоже подвергает себя риску. Скажите, пожалуйста, есть ли территории, местности и водоёмы, на которых чаще всего происходят вот такие случаи? На чём вы могли бы акцентировать внимание? Или это не зависит от территории? Любой водоём опасен и нужно быть осторожным? Так скажем, что выход на ледовый покров – это всегда, прежде всего, риск. В нашей, так скажем… Местности, вот где у нас чаще всего выходят и проваливаются, вот есть такие места? Да, в нашей области главными водными объектами являются, это, конечно, река Волга, крупная река Самара, река Сок, река Креуша. Они практически все уже освободились ото льда, но есть ещё затоны и некоторые озёра, которые ещё покрыты, так скажем, небезопасным льдом уже, который имеет неоднородную структуру. На него Волга-то, конечно, уже опасен, лучше не выходить. Вот буквально в последние дни было такое явление, как сильный снегопад, казалось бы, уже всё растаяло, но подморожено и снег наверху, на глади или даже на тонкой корочке льда, вот, наверное, вот эта опасность тоже, да? Вот можно подумать, что… Один из факторов, да, конечно, так, погодные условия весной… Ну, часто, да, конечно, меняются, они… Это самое нестабильное, наверное, время. Как правило, нестабильный температурный режим, который преобладает в период межсезонья, отрицательно сказывается на структуре льда. Это может быть снегопад, это может быть похолодание, потепление, снизу подмывает течением. Все эти факторы негативно сказываются на структуре льда. Появляются промойны, проталены, появляются большие трещины. Давайте разберем вот такую ситуацию. Рыбак, если вы говорите, что уже 60 было случаев, рыбачит, чувствует, что он начинает проваливаться. Как должен вести себя он сам и люди, которые стали свидетелями вот этой ситуации. Что можно делать, опять же, вот свидетелям, что нельзя? Потому что это же частый, наверное, случай, не один рыбак, но чаще всего в поле зрения есть люди, которые могут увидеть эту трагедию. Да, конечно. Благодаря многочисленным профилактическим мероприятиям, проводимым сотрудниками ГИМС, происшествия на водных объектах, связанными не только с рыбаками, а я бы даже отметил еще и с детьми, которые также любят организовывать свой досуг в местах, так скажем, массового выхода на лед. К счастью, сведены к минимуму. Но, тем не менее, если кто-то из зрителей стал свидетелем происшествия, в котором подвергается опасность жизни и здоровья человека, или тем более ребенка, скажем, необходимо помнить, что, например, не только человек, а ребенок рассматривает взрослого человека как объект спасения. И самое главное, при этом паники среди взрослых в таком случае быть не должно. Самое главное – давать четкие указания ребенку, четкое, так скажем, руководство к действию. Но все-таки первостепенной задачей является вызов экстренных служб. Хотел бы напомнить зрителям, единый телефон пожарных и спасателей – это 01 и 101, конечно. Вы сказали, что нужно давать четкие действия. Можете их озвучить? Вот что говорить ребенку, если ты видишь, что он провалился, и ты стоишь на твердой более-менее поверхности? Что ему начинать делать? Лучше всего, конечно, не поддаваться панике и давать такие четкие рекомендации к действию, чтобы он не подходил к краю, если он оказался, скажем, на льдине. Как можно там бегал, прыгал и не проверял прочность льда ударами ноги. И, конечно, сказать… Если он уже упал в воду, что делать тогда? Оказавшись, конечно, в холодной воде… Вот сам взрослый может как-то вот, я не знаю, лечь на лед тоже, приближаться, и что-то там кинуть в ремень или что-то? Вот как вот в такой ситуации? Есть и тем более родители. Тут уже не посмотришь ни на что и полезешь, наверное, в эту воду и по льдине. Как вот себя вести? Или ждать все-таки службу? Ну, конечно, нужно попытаться, если это возможно, подручными средствами попытаться оказать помощь тонущему. Можно это сделать при помощи доски или какой-нибудь крупной ветки, так скажем. Если получилось так, что провалились вы, возьмите, конечно, с собой какой-нибудь острый предмет в поход. Если вы теленаправленно собираетесь выйти на ледовый покров, осуществить движение с одного берега, так скажем, на другой. А что, может, тот острый предмет? Например, нож. Чтобы закрепиться на льдине? Да, конечно. Это нередко спасало жизнь тем, кто проваливается. Вот видите, ценная какая информация. Я, например, первый раз об этом слышу, что можно. Хотя вот это действительно логично. Как вы относитесь, как специалист МЧС, к тому, что дети начинают спасать своих ровесников, детей? Здесь же очень много опасностей. И часто показывают даже по телевидению, когда вот герой-ребенок из пожара спас троих своих братьев-сестер. Вот как вы к этому относитесь? И как стоит вот работать с детьми? К чему их приучать? Здесь же вот все-таки нужно... Как вот оценить свою безопасность еще маленькому ребенку и безопасность других? Это же только взрослый, наверное, может сделать. Ну, конечно. Я считаю, что данные мероприятия должны как можно чаще проводиться. В детских образовательных учреждениях проводятся открытые уроки по безопасному поведению на воде. Как себя нужно вести в той или иной ситуации. Как безопасно осуществить переход водного объекта. Все это мы проводим, пытаемся донести до учеников. То есть вы сами выезжаете в школу, да? Да, конечно. На такие вот лекции, да? Да, проводим открытые уроки как основу безопасности. В зимний период, в зимний-весенний период, в летний период. Как дети реагируют на такую информацию? Насколько им это все интересно? И остается ли у них вот это вот ваше знание? Да, в летний период, конечно, особо много родителей с детьми отдыхают на Волге, на набережной, за Волгу, конечно, уезжают. И, конечно, им это интересно. Они нас с удовольствием слушают и много чего уже и знают сами, так скажем. Из вашей практики о каком случае вы хотели бы рассказать? Таком вот типичном, когда совершаются какие-то ошибки, да, вот которых стоит избегать. На что обратили бы внимание? В любых ситуациях, независимо от сезона, может быть. В любой ситуации. Хотел бы уделить внимание в предстоящем, так скажем, еще летнем сезоне, который нас ожидает. Это безопасность на воде в летний период при эксплуатации, так скажем, маломерных судов. Зачастую в момент проведения надзорной деятельности сталкивались с судоводителями, которые, скажем, катали на носу своих детей, не задумываясь о последствиях. А это довольно небезопасно, так скажем, потому что маломерное судно это, так скажем... Ну да, такое одно название говорит за себя, маломерное, действительно, как там на носу, можно даже ребенка уместить и вообще, ну, соскользнет в любой момент. Он может, конечно, соскользнуть от того, что судно подскочит на волне, ребенок может упасть за борт и попасть под корпус лодки и под винт. А в чем... Вы сами вот проводите инспекторскую личную деятельность? Вот как часто она проводится и при каких ситуациях? Вот давайте все-таки вернемся тогда, наверное, к весеннему периоду. Можете ли бы отследить, вот когда массовые рыбаки выходят на водоем и как-то вот предотвратить такие случаи? Ну, конечно, ежедневно в соответствии с графиком проведения надзорной деятельности на водных объектах Самарской области осуществляются профилактические мероприятия, направленные на минимизацию риска гибели среди населения. В рамках данных мероприятий проводятся разъединительные беседы с населением разной возрастной категории. Также размещается информация о погодных условиях, также о возможных рисках на интернет-сайтах. Ну, даже, мне кажется, вот на берегу, да, вот часто видишь такие вот стоят таблицы. Да, аншлаги, таблички. Да, 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 что вот выход на лед запрещен. Это очень правильно. В любом случае это кого-то остановит, пусть может даже не всех. А если никаких штрафных санкций не существует к тем, кто постоянно нарушает, вот выходит и выходит, там налет и чем-то такого нет, да? Просто вот беседы проводятся, да? Да, проводим, как правило, профилактические мероприятия, все прислушиваются, также раздаем памятки, чтобы граждане на досуге ознакомились с правилами безопасного поведения на водных объектах в тот или иной период. Вот если брать период оттепеля, то безопасным для перехода пешехода является лед не менее 7 сантиметров. А для массового выхода людей на ледовый покров лед должен, толщина льда должна составлять не менее 25 сантиметров. А как рассчитать, вот в зависимости от своего веса, и нужно помнить, что ты же не с мешком, ой, там с какими-то вещами еще, как рассчитать вот это, можно выходить? И как вообще понять, какая толщина льда? Или это постоянно вот об этом говорится где-то? Ну, конечно, вся информация размещается на интернет-сайтах по толщине льда, в черте городского округа Самара, в других наших городах, нашей области. Средний вес человек составляет порядка 75-80 килограмм. Если вы идете один, то толщина льда должна не превышать, конечно, как я сказал ранее, не менее 7 сантиметров должна быть толщина льда. Если вы переходите в водный объект на лыжах, то крепление лыж лучше всего отстегнуть, снять петли лыжных палок с кистей рук. Если у вас за спиной рюкзак, то, конечно, взять рюкзак на одно плечо, на одну лямку. Дистанция в таком случае, если вы переходите ледовый покров по водному объекту, должна быть не менее 4-5 метров. А на лыжах не безопаснее переходить, чем просто наступать двумя ногами? На лыжах, наоборот, как раз безопаснее. Безопаснее? Да. А вы говорите, нужно снять крепление? Это на всякий случай, конечно. Если произойдет, так скажем, несчастный случай, и вы провалитесь под лед, чтобы вам лыжи не мешали под водой. В лыжах намного тяжелее выбраться, конечно, из полыни, чем без. Да, и отстегнуть уже сложнее будет, конечно. Там есть вот какие-то усилия. Передвигаться с отстегнутыми креплениями лыжи всегда проще. Инспекторская деятельность в это время весеннее распространяется еще на то, что обледенение крыш происходит, или это не в вашей зоне ответственности? Нет, это, к сожалению, не наша зона ответственности. Но это тоже опасность, о которой тоже стоит помнить, потому что, как мы говорили, нестабильные очень погодные условия, они тоже приводят к таким природным явлениям. Еще, может быть, вот кроме водоемов, еще какая-то зона опасности есть, кроме этого, на которой вы опять же... Ну, пожары, они вне зависимости от времени года происходят, и ваша вот инспекторская деятельность распространяется на это, и в чем она заключается? Есть противопожарные какие-то меры? Ну, по поводу пожаров это не к нам. Здесь нет, да, это тоже не в вашей зоне ответственности. Нет, это не наша зона, у нас все только по воде, это водные объекты. Понятно. Ну, если вернуться тогда к воде и рассмотреть ситуацию, когда человек уже провалился под лед, как физиологически реагирует его организм? Что происходит с человеком, и как потом, если его, поможешь ему выбраться, как действовать, как ему помочь прийти в себя? Ну, оказавшись в холодной воде, в первую очередь не стоит паниковать. Также, если вы провалились, то в первую очередь что происходит? У человека перехватывает дыхание, в голове ощущается сдавливание, сердце начинает утеченно биться, и сильно подскакивает артериальное давление. Несмотря на то, что вода холодная, да? Конечно, да. Мышцы груди сначала рефлекторно сокращаются, вызывая выдох, а затем происходит резкий вдох. Если вы провалились с головой, существует вероятность, так скажем, захлебнуться. Тело начинает дрожать, тем самым организм вырабатывает большое количество тепла, но этого хватает всего на несколько минут. Затем организм начинает охлаждаться. Охлаждение организма меньше, до 30 градусов, влечет к гипотермии, то есть к переохлаждению. То есть пульс замедляется, артериальное давление падает, дыхание становится реже. Общая деятельность организма ухудшается, мозговая деятельность снижается. То есть уже такое, наверное, как пассивное, да, если все это поведение... Ну вот, такие вот физиологические особенности происходят с человеком в холодной ледяной воде. И что делать? Ну, в том случае, если человека достали из холодной воды, вот он переохлажден, как ему помочь? Потому что существует очень много способов. Кто-то говорит, там, спиртное дать, кто-то там быстро разогреть, растереть шерстяными носками. Вот что можно, что нельзя. Ну вот, по поводу спиртного я бы хотел развеять этот миф. Алкоголь лучше не давать и самим не употреблять, если вы провалились в холодную воду, так как он, наоборот, только ухудшает физическое состояние. Происходит такой угнетенный процесс на организм. А лучше первая медицинская помощь предоставить людям, извлеченным из воды, направленную в первую очередь на быстрейшее его восстановление температуры тела. Самое эффективное согревание, ну, это если в рамках больничного учреждения, это лучше всего, конечно, отогревать человека в теплой ванне. Если произошел процесс более в автономных таких условиях, то этот способ обычно, конечно, недоступен, и отогревание лучше, ну, как бы, производить с помощью различных подручных средств. Пострадавшего нужно укрыть вместе, защищенным от ветра, укутать его одеялом или различной одеждой. Если он в сознании, конечно, лучше вместо алкоголя дать ему горячего чая или кофе. Понятно. Какое оборудование используют сами сотрудники МЧС, когда их вызывают вот на такие случаи, чем вы пользуетесь для того, чтобы вытащить человека? Ну, процесс спасения, конечно, осуществляется совместно с поисково-спасательной службой Самарской области. Также задействуется аварийно-спасательная техника подразделений, участвующих в спасении. Это либо суда на воздушных подушках, это либо аэроглисеры. Ну, по возможности, это может быть и катер даже. А дальше там вот какие-то лестницы или что у вас есть? Конечно, используется спасательное такое оборудование, например, либо спасательный круг, либо спасательный конец Александрова. Всем этим, конечно, пользуются и спасатели, и мы. Вот такая ситуация. Спасательные жилеты, конечно, тоже. Почему лично вы, Денис, решили связать себя с такой профессией, прийти в МЧС? И какая ваша специализация? Вы сразу готовились стать инспектором, да, инспекторской деятельностью заниматься? Или у вас еще что-то есть? Ну, конкретно никогда не думал, что попаду в структуру МЧС. МЧС, вся моя жизнь связана, так скажем, с водой. Учился в речных морских государственных учреждениях и работал на флоте. И так получилось, что вот попал в Государственный инспектор с полномерным судом. Понятно. Как строится сегодня ваш рабочий день? Что происходит? Руководители, значит, Самарского инспекционного отделения, вот ваш рабочий день, если вот рассмотреть, как он выстроен. Ну, И насколько часто вот проходят вот такие надзорные проверки, выезды? Как все это? Это по плановой проверке, либо вы реагируете еще на сигнал от свидетелей каких-то происшествий? Ну, ежедневно в соответствии с графиком проведения надзорной деятельности, мы, конечно, осуществляем надзорную деятельность, мы патрулируем, но непосредственно помимо патрулирований наша задача еще сводится к предоставлению государственных услуг населению. Это по регистрации маломерных судов, а также аттестации граждан на право управления маломерным судом. Хотел бы еще довести до зрителей такую информацию. Если вы являетесь собственником маломерного судна, либо хотите... Им встать, наверное, да? Ну да. И разрегистрировать? Да. Проверьте, пожалуйста, свои, так скажем, судовые документы. А какие-то проблемы с этим возникают? Зачем нужно проверять? Что там можно такого увидеть? Под судовыми документами я имел в виду удостоверение на право управления маломерным судном, не просрочено ли оно. То есть срок действия удостоверения на право управления маломерным судном составляет 10 лет. В данный момент Самарским инспекторским отделением центра ГИМС проводится предоставление государственных услуг по замене этого самого удостоверения на право управления маломерным судном. замена предоставления госслуг осуществляется вторник, среда, четверг с 9.30 до 13.00. Да, скоро маломерные суда уже выйдут в плавание. Что можно сказать еще? Вот в преддверии этого сезона, когда тоже происходят и аварии, и несчастные случаи, вот на что тоже акцентировать внимание? Водителей, обладателей этих маломерных судов и даже тех, кто находится там в качестве, я не знаю, просто пассажира. За эксплуатацию, конечно, маломерного судна ответственность прежде всего несет сам судоводитель. То есть заблаговременно следует проверить, не нужно ли пройти техническое освидетельствие, так скажем, тот же самый техосмотр перед началом эксплуатации в летний период. Если нужно пройти, то на сайте Главного управления МЧС России вскоре будет размещен, так скажем, график проведения технического обслуживания. Также суда все должны быть укомплектованы пожарным имуществом, индивидуальными спасательными средствами. Такая ситуация. Из вашей практики вы можете вспомнить случай, который вас даже как профессионала шокировал, так скажем? Когда сталкиваются суда или что-то вот такое? И как часто происходит? И что является чаще всего причиной таких несчастных случаев? Частью причины несчастных случаев является прежде всего отсутствие должной, так скажем, визуальной обстановки вокруг во время эксплуатации маломерного судна и нарушение, конечно, правил плавания по внутренним водным путям. То есть у нас движение маломерных судов в городской, в черте городского округа Самара осуществляется от Студионного оврага до Хвостева Стоворождественской вдоль правого берега за правой кромкой судового хода. То есть есть четыре зоны подхода, так скажем, четыре зоны подхода в городской черте. Это пересечение, так скажем, судового хода. Это устье реки Самары, это поляна имени Фрунзе, спуск лейтенанта Шмидта и спуск Советской Армии. Для тех, кто следит за своим здоровьем, за безопасностью, где брать вот эту информацию, которая касается обеспечения своей жизнедеятельности такими вот знаниями безопасности? Ну, прежде всего, есть сайт Главного управления МЧС России по Самарской области. Необходимую информацию можно подчеркнуть из данного сайта. Также в социальных сетях есть официальные группы, например, ГИМС Самара. Там мы с удовольствием ответим на интересующие вас вопросы. То есть можно задать вопрос онлайн и получить также обратную связь? Да, конечно. Касается это либо безопасности, либо предоставления каких-либо услуг, либо какого-нибудь исчерпывающего перечня документа, документов для тех же самых услуг, либо какую-нибудь госпошлину. оплатить. Чаще всего какие вопросы? Вот какой раздел, в каком разделе чаще всего задают люди вопросы? Что интересует такое актуальное? Чаще всего, конечно, задают вопросы по регистрации маломерных судов, а также аттестации граждан на право управления маломерным судном, как заменить удостоверение, как сдать экзамен, когда будет проводиться аттестация, какие именно документы необходимо предоставить для регистрации маломерных судов, что именно нужно для проведения технического освидетельствования. Ну, это лишь краткий такой перечень всех вопросов, которые возникают. Спасибо за участие в программе, за эту важную полезную информацию, всего хорошего, прощаюсь я и с вами, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова